с Игорем Казием. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. Вы меня видите и слышите хорошо? Да, Василий, я вас вижу очень хорошо. Прекрасно. И слышу очень хорошо. Тогда давайте перейдем к теме, которая заявлена в нашем опросе. Наш опрос звучит так. Кто устроил взрывы в Приднестровье? По нашим вариантам в ответ, это либо украинская разведка, либо российская разведка, либо местные сепаратисты, либо снова сошел благодатный огонь. А если серьезно, то как вы оцените серию вот этих провокационных взрывов в Приднестровье, которую, по данным нашего главного управления разведки, устроили спецслужбы Российской Федерации? Василий, если честно, то я, знаете, пока не было еще взгляда на все эти вещи, я придерживался традиционной, на мой взгляд, очень правильной политики, что белорусские партизаны все-таки умеют помогать. Не знаю, насколько она соответствует действительности, но в любом случае инфраструктура Российской Федерации разрушена. Какой ущерб, если там, будем говорить, реальные элементы ущерба или там имитация элементов ущерба? Это сложный вопрос, который действительно нужно изучить. Относительно заявлений главного управления разведки, я абсолютно эту версию разделяю, потому что Российская Федерация к таким методам, извините меня, прибегала не один раз. Помните, в течение Чеченской войны взрывали в Москве, в других городах дома своих граждан, подрывали своих граждан, травили, извините меня, своих граждан, расстреливали своих граждан. Я уже не знаю, что можно еще сказать для того, чтобы граждане России поняли, что первая угроза, которая им исходит, это угроза от собственных, извините меня, специальных служб. И с этими специальными службами нужно серьезно и правильно заниматься. Однако вопрос заключается, есть ли желание у граждан понимать, что они в небеспете, да, у нас это так называется, у них это то, что они находятся в условиях, когда им небезопасно, вот, и они четко себе должны понять, то, что им желательно поступить, как это было сделано в свое время, если я не ошибаюсь, в Калуге, по-моему, да, когда поймали, будем говорить, таких вот горе спецов с ФСБ Российской Федерации в подвале граждане дома. То есть сегодня момент, когда гражданам Российской Федерации надо охранять собственные дома, собственные предприятия, представителей специальных служб Российской Федерации, он уже назрел. То есть все, что можно сказать, это просто их, знаете, призвать к тому, что если они хотят остаться живыми, им нужно научиться себя защищать в собственном жилье. Или иначе произойдет то, что произошло с жителями в Москве и не произошло, по-моему, с жителями в Калуге или в Рязани. Сейчас не готов точно сказать, надо просто посмотреть. Вот это моменты, которые взрослый человек должен понять. Если он этого не понимает, если ему, ну, божья роса, ну, ради бога, тогда пускай ждет очередной непонятной диверсии от кого-то, вот, и готовится, так сказать, отойти к праотцам. Ну, это их проблемы. Вы считаете, взрывы в Приднестровье и взрывы на нефтебазах Брянска, это одного поля ягоды? Я не исключаю. Основная идея, вы вспомните, как и обстрел в Беларуси села. Истребителями, будем говорить, как бы истребителями Украины, да, потом, как это оказалось, истребителей Российской Федерации. Да, это одного поля ягод. Это все направлено для того, чтобы втянуть фактически эти территории, эти вооруженные силы, этот народ или людей, я даже не знаю, как тут правильно высказаться, чтобы, так сказать, не обидеть. Именно втянуть их в войну с Украиной. Если это ихние методы, если их не, так сказать, способ, ну, что я могу тут? Могу им только вынести соболезнования по этому вопросу, и мне жалко просто. Ну, я для наших зрителей на всякий случай сообщу о том, что для руководства так называемой Приднестровской Молдавской Республики такие взрывы не были неожиданностью. Еще 22 апреля так называемая власть уже готовилась к серии взрывов. Об этом свидетельствуют документы, которые попали в руки украинской разведки. И, кстати, что касательно отстрелянных тубусов гранатометов, которые нашли якобы на месте работы украинских диверсантов, то пользователи сети опознали в этих тубусах упаковку от РПГ-27 «Таволга». А такие гранатометы есть на вооружении только у России, Приднестровья, Иордании и Габона. В Украине таких нет. Кстати, вот еще одна информация, но, наверное, тоже в эту тему. Канал «Вертикаль» сообщает о том, что их источник в Главном управлении разведки сообщает, что на территории Приднестровья развернуты несколько полевых лагерей наемников, предположительно это группы «Вагнер». Они должны составить усиление российским военным, которых в анклаве чуть больше тысячи. Также боевики могут в составе диверсионных групп пытаться проникнуть на территорию Винницкой или Одесской областей. Как вы расцениваете такую возможность? Абсолютно нормально. То есть я спокойно отношусь к этому, я прекрасно понимаю, что это вполне нормальный сценарий, который рисуется и который может быть обеспечен вооруженными силами Российской Федерации и, извините меня, спецслужбами Российской Федерации. Понимаете, разница между призваться или подписать контракт с вооруженными силами Российской Федерации и стать наемником «Вагнера» это, по-моему, небольшая разница. Я не знаю, сколько это в деньгах. Надеюсь, «Вагнерцам» платят больше в деньгах, нежели солдатам вооруженных сил Российской Федерации. Но фактически контингент один и тот же. Ясно, что «Вагнер» в последнее время, будем говорить, пробует использовать, так сказать, людей, у которых знание русского языка не очень хорошее или сильное, я имею в виду сирийцев, и остальных, будем говорить, граждан остальных держав, где Российская Федерация имеет, так сказать, определенное влияние на политическую власть. И, ну, будут подписываться какие-то непонятные документы, бумаги, по которым, так сказать, может быть, даже за бесплатно граждане Сирии или Ливии могут погибнуть за интересы Российской Федерации. Ну, еще раз говорю, это все, понимаете, печально. Это печально, это рассказ про одно и то же, про то, насколько люди в своих, будем говорить, может быть, благих намерениях одурачены или обмануты, потому что они думают, что они что-то защищают такое, а сами являются вот этим чем-то, против которых они пытаются кого-то защищать. Борьба Российской Федерации, извините меня, с как бы фашистами или неофашистами, как говорит, ставит их в лагерь расшистов, то есть фашистов еще с более изощренными методами использования вооружения и нарушения международных гуманитарных законов. То есть вот это вот, понимаете, и есть, скорее всего, объектом для будущих исследований, насколько, будем говорить, информация, пропаганда, исковерканная информация и пропаганда могут человека просто завести в не то поле. То есть насколько человек может быть обманутый. Вопрос, виноват ли в этом человек. Ну, сложно сказать, правильно? Насколько виновата в этом сообщество? Я думаю, что виновата, потому что в обществе есть интеллигенция. Хотя Михалкова и Кончаловского разве можно отнести к интеллигенции на сегодняшний день? Это, по-моему, люди, которые просто, знаете, пробуют заниматься отстегиванием или получением денег на любом, чем только можно. Ну, такие есть, кстати, и в Украине, которые готовы за деньги служить агрессору, совершенно не понимая, что демократия и моменты, связанные с ней, будем говорить, совершенно этого не подразумевают. Вот вам, например, реально, насколько такая пропаганда изменила взгляды Кончаловского и насколько он стал просто убогим человеком, на мой взгляд. Но это уже другие аспекты, которые придется решать, в первую очередь, психологам и, будем говорить, политологам, как все это преодолеть. Это надо будет решать именно в более мирный период, когда уже победа Украины над Российской Федерацией произойдет и действительно станет вопрос, а что делать с теми территориями, которые были под влиянием. Поэтому, да, однозначно может весь этот сценарий иметь место быть. Что касается диверсионно-разведывательных групп на территории Винницы, других мест, ну так это происходит периодически. Тут основное, понимаете, не столько деятельность ДРГ, сколько деятельность, возьму в скобочках, бездеятельность военной контрразведки или территориальной контрразведки, как организма защиты непосредственно вооруженных сил защиты государства. Я надеюсь, что этот организм сегодня живой и здоровый, хотя я не могу этого утверждать, хотя бы только потому, что у нас на сегодняшний день, извините меня, законодатели-то у нас, промосковские элементы, и как бы по закону никто не имеет права и ничего не может сделать с ними. Понимаете? Не могут отобрать у них имущество, не могут у них, будем говорить, конфисковать, точнее, не отобрать, а конфисковать, да? Не могут, будем говорить, их наказать, посадить. Вот эта бездеятельность соответствующего комитета Верховной Рады Украины меня тоже несколько смущает. То есть я или не понимаю большую игру, или не понимаю слово защита и оборона нашего самого государства, или есть вещи, которые, знаете, нуждаются, скажем так, объяснения в общем украинском поле, и нуждаются объяснения именно от первых лиц, потому что когда законодательный орган власти фактически ничего не делает, чтобы пятую колонну вывести в правильный способ, способ, который, как говорится, позволяет демократии за пределы нашей державности, извините, они подыгрывают им, они фактически тем самым, ну, я говорю так, тем самым дают благословение, как немцы на благословение иногда дают на уничтожение украинцев, такой, знаете, негласный, так и Верховная Рада, чем они тут отличаются? Да ничем. Поэтому, знаете, я не хотел бы сильно в этой области критиковать. К сожалению, у нас непрофессионалов при власти очень много, и это правда. Учатся на собственных ошибках, и это тоже правда. Однако, будем говорить, знаете, в условиях, когда 30 лет нельзя было никому не доверять, и сейчас мы, будем говорить, получили ту власть, которая пробует фактически всю эту систему переоценить, переломать и сделать так, как нужно нам, ну, я не удивляюсь, что такие ошибки будут. Все равно нам нужно в этих условиях их поддерживать и, по крайней мере, помогать, может быть, даже через такие выступления. Прекрасно. Продолжая разговор о Приднестровье и той теме, в то время, пока в Приднестровье звучат взрывы и совершаются провокациями спецслужбами Российской Федерации, в это же время по закрытым каналам россияне пугают Санду и требуют прекратить пропускать составы с горюче-смазочными материалами из Румынии в Украину через Молдову. Ну, то есть Россия по-прежнему считает, что она может диктовать условия Финляндии, Швеции, вступать ли им в НАТО, Молдове пропускать ли по своей территории составы с купленным топливом. А если допустить, что эти операции, взрывы, которые были в Приднестровье, которые были в Брянске, вдруг проводили украинские спецслужбы, если допустить теоретически это, то мне кажется, в этом плане очень интересным звучит заявление министра вооруженных сил Великобритании. Он заявил, что у Украины есть законное право атаковать цели России, чтобы нарушить логистику врага. Ну, собственно говоря, вот такая история. Игорь, я предлагаю поговорить на тему, как сегодня, на этот день, на эту минуту, складывается обстановка на фронтах. Давайте попробуем как-то проанализировать, где у нас успехи, где у нас неудачи, и в каких позициях выгодных, невыгодных находятся обе стороны. Василий, знаете, я в вопросах, когда просят прокомментировать действия наших войск или войск противника на той или иной территории, придерживаясь абсолютно чётких правил, которые были озвучены главкомом вооружённых сил Украины и были озвучены Анной Маляр, Анной Маляр, извините, заступности министра обороны. Они попросили не комментировать эти вопросы. И они абсолютно правы, потому что, например, к сожалению, когда экс-депутат Чумак пробует, это при всём уважении к нему как к бывшему офицеру артиллерии и, извините меня, генералу пограничной службы, карты, показать карты, да, там, с тактическими действиями, начать тот британских там каких-то агентств, и что, может быть, так оно и есть, которые близки с ним, и говорят, что, в принципе, это, знаете, не показывает те или иные возможности для Российской Федерации. Я вам скажу так, как человек, имевший отношение к многим таким аспектам, я вам могу сказать, показывает, очень хорошо показывает. И это надо понимать. Поэтому, да, сегодня бои сложные. Однозначно мы проводим серьёзную оборонительную операцию. Однозначно мы чётко понимаем, что основные направления есть. Таврийское направление, что есть Харкковское направление, Донецкое направление. Однозначно понимаем характер действий противника с точки зрения окружения, с точки зрения, будем говорить, действия ВОЗ, сохранения плацдарма на той стороне Днепра или на этой стороне Днепра. Мы видим и успехи. Успехи по освобождению наших украинских сёл, успехи по проведению этой оборонительной операции, именно защите той территории, которая поручена вооружённым силам Украины. И больше, на мой взгляд, сегодня говорить, к сожалению, не нужно. Потому что, когда мы начинаем раскрывать те или иные участки, рисуются определённые моменты, которые чётко видны на картах для опытных людей, которые чётко понимают, как можно реагировать и как нужно реагировать в тот или иной момент для того, что нанести. А если они ещё по времени, будем говорить, реалистичны, то есть совпадают, то вы себе можете прекрасно понять, насколько сложно главкому реагировать на действия, которое уже идёт как результат противодействия фактически действиям Збройных сил Украины. То есть вот эти вот моменты, они очень тонкие, и их переходить эту грань не нужно. Я вообще удивлён, честно говоря, это опять больше административный вопрос, почему на сегодняшний день Ганна Малер, в принципе, имеет двух таких серьёзных заместителей, которые они имеют, которые сталкивались с вопросами НАТО, ну, один из них, правда, по-моему, поехал в военный Аташат, сталкивались с вопросами НАТО, и не понимает, что есть определённые соглашения, которые Министерство обороны с средствами массовой информации подписываются. Это нормально. Это нормально во всех державах, членах НАТО с демократическим устроем, потому что это может привести к разглашению, замыслам, задуманным. Нет, совершенно не обязательно, что ты, так сказать, допущен к этим картам. Это достаточно анализировать характер действий войск. Поэтому я думаю, что такое соглашение будет инициировано Министерством обороны, и это не значит, что это ограничения, или, будем говорить, это вещи, вещи, которые направлены на, так сказать, ослабление позиций средств массовой информации. Нет, это вещи, которые направлены на выработки чётких правил действий средств массовой информации в районах или на территориях, где находятся вооружённые силы Украины. Действия или работа с тем материалом, который помогает. Поэтому, знаете, тут надо чётко понимать, что мы должны ставить сегодня во главу угла. Чёткие правила с, так сказать, национальной безопасностью. Ещё раз говорю, это абсолютно не означает, что мы вводим цензуру. Хотя есть понятие военная цензура. Это означает только то, что мы, будем говорить, вырабатываем те вещи, которые позволяют и информировать граждан Украины, и давать возможность Министерству обороны или Збройным силам Украины выполнять свои функциональные задачи по предназначению в условиях демократии. И военного тана. Игорь, вам огромное спасибо. Спасибо, что были с нами, спасибо, что уделили нам время. Удачи вам!